всем привет с вами виталий менчуковский продолжаем уроки по adobe after effect и в этот раз мы сделаем что-то вот такое вот не сложный спецэффектик для начала все достаточно просто все что вам нужно это немножечко времени и терпения и данный видео урок ссылка на видео которое было в данном примере находится в описании ну что ж хватит уже болтать разговаривать поехали заниматься делом данный эффект нам нужен after effect и видео ссылка на видео в описании и так панель проектов два раза кликаем по пустой панели и выбираем наше видео видео загрузилась и перетаскиваем вон на шкалу времени теперь мы можем нажать просмотр и видео играет отлично итак далее нам понадобится копия данного видео на клавиатуре нажимаем control или command d далее курсор времени оставляем в начале кликаем правой кнопкой мышки по шкале выбираем команду время стоп кадр отлично теперь у нас только этот кадр привозим курсор на одну секунду больше нам не нужно и нажимаем alt закрыта точнее открыт закрыта закрыта фигурная скобка есть мы отрезали данный кусок и теперь мы с ним будем работать соответственно мы будем делать маску для для того чтобы сделать маску стоя на данном слое мы выберем с вами инструмент pen tool или перо вот оно далее нам необходимо обвести нашим курсором первый кадр это вот наша девушка и так я увеличу масштаб и начнем собственно говоря вырезать данный кусок конечно же будут на ускоренной промотке чтобы вы не тратили кучу времени и так как только мы обвели наша работа закончила нижний слой мутка можем отключить чтобы видеть что на этом слое у нас есть только наша вот девочка до которого мы будем анимировать с масштаба у меня тут происходит ерунда на решать внимание есть далее мы дублируем данный слой команды или control д становимся на слой команды получили дубликат теперь мы открываем вот здесь вот слой и видим нашу маску маска 1 и здесь стоит добавить вместо добавить мы ставим вычесть и остается все остальное кроме непосредственно самой девочки предыдущий сломы опять таки отключим и дальше нам нужно вырезать следующий участок пускай это будет вторая наша девочка мы опять таки берем инструмент пантул и начинаем обводить уже этот элемент чтобы только он у нас и был я вас не заставил ждать я выделил наш следующий объект и теперь у нас есть маска 2 первую маску мы можем просто поставить и значок нет и у нас остается только наш второй объект а именно 2 девочки и на третьем плане у нас уже будет все остальное поле для этого мы опять таки дублируем данный слой команды и теперь уже будем работать с ним выбираем слой жмем команды и здесь все будет уже гораздо проще нижний слой мы опять отключим и на последнем у нас есть две маски и нам нужно обе эти две маски вычесть из первого слоя таким образом у нас на этом слое останется только вот наша теннисная площадка конечно это делать более аккуратно чем я ну и можно было разделить теннисную площадку еще несколько кусков но наша самая главная задача увидеть сам принцип и так у нас есть с вами три слоя и нам нужно по очереди их показывать и так включим снова все три так есть и теперь по одному будем их показывать так оставляем только нашу наш первый объект вот он на таймлайне он отображается у нас вот целую секунду и он целую секунду будет отображаться теперь главное сделать ему появление и может делать по-разному мы это сделаем через позиция открываем вот здесь вот возле данного слоя нажимаем на треугольничек разворачиваться сам сами настройки дальше есть команда преобразовать и здесь есть команда положение переводим курсор времени на одну секунду и ставим нажимаем на вот эти вот часики возле слова положения то есть создаем ключевой кадр в котором наш объект должен стоять именно там где он стоит кликнули появился ромбик дальше переводим курсор времени на начало после чего берем инструмент перемещения и опускаем просто наш объект за пределы кадра если мы нажмем play получается на что девочка очень быстро как бы появляется на экран есть дальше данный слой свернем перейдем к слою номер два включим его видимость вот наша девочка становимся на нее и опять-таки раскрываем здесь ползуночек теперь данный слой вот этот вот маленький прямоугольничек отображения слоя мы сделаем чуть короче то есть после того как начнет появляться первый объект начнет появляться и второй объект то есть вот где то здесь мы сокращаем наш курсорчик то есть до этого момента здесь ничего нет потом появляется уже девочка на борту и опять таким разворачиваем команду преобразовать выбираем положение и переводим курсор на одну секунду ставим здесь часики ключевой кадр возвращаемся на начал и нашу теперь наш слой не маску заблокируем маски а наш слой мы перетащим уже в другое место ну допустим вот сюда есть теперь если мы приметаем на начало у нас получается вот такая вот штука видите оп и осталось последнее это появление самой площадки она у нас под номером 3 включаем ее видимость и она у нас появится ну где то вот здесь по желанию как хотите я ее опять таки обрежу вот до этих мест и поставлю курсор на секунду где все появляется и откроем преобразовать ну и здесь мы можем сделать по-разному к примеру воспользуемся масштабом кликаем на часики возле масштаба теперь ставим на то место где появляется наш слой и масштаб поставим на 0 теперь если промотать то здесь получится вот такая вот картина но единственное что видите данный слой перекрывает наши два объекта поэтому просто поменяем их местами в палитре timeline просто первый слой перетащим ниже не хочет тащиться так выделили этот слой и перетащили его ниже и теперь давайте посмотрим есть для того чтобы у нас получилось все более динамично мы теперь три вот этих слоя мы немножко их протянем вперед по времени на пару кадров получился некий стоп кадр теперь мы выделяем три вот этих наших слоя который у нас динамически двигаются вместе кликаем правой кнопкой мышки и нам необходимо создать предварительную композицию нажимаем ok и теперь у нас только два слова предварительная композиция и наше видео то есть вот этого момента должно пойти наше видео мы просто перетаскиваем наш видеоряд в то место где тоже начаться сам ролик верхнюю композицию alt закрываешься скобка мы обрезаем и получится теперь вот это забыл включить видимый слой ссоре давайте еще раз ну достаточно неплохо да оп и пошел не самый сложный эффект но для начала для adobe after effect по моему очень даже неплохо то есть все что нужно сделать это по отрезать отдельные куски и по очереди их вывести после чего запустить само видео да то есть здесь у нас получается некий стоп кадр после чего начинается видео надеюсь данный данный видео урок был вам полезен если так не забывайте поставить лайк чтобы я знал что все таки видео стоит снимать в комментариях оставляйте вопросы что вам было непонятно ли что бы хотели увидеть да я видел предыдущие комментарии и да я сделаю видео под тем вопросам которые возникали просто сейчас немножко нет времени но в скором времени обязательно сниму но не забывайте смотреть видео на моем канале и подписаться если вы еще не мой подписчик с вами был Виталий Менчуковский и как говорится до встречи в следующем видео всем большой привет